А перед началом ролика обязательно зайди в мой магазин и купи офигенную игрушку по супер низким ценам GTA 5, CS GO, Eurotrack Simulator, Spintares, BeamNG, все что ты любишь по очень низким ценам Тем более что сейчас действует акция, так что не упусти свой шанс и купи игру реально за копейки Ссылочка в описании Всем привет ребята, с вами Механик Сегодня у нас моды в GTA 5 и вот такой офигенный Lexus LX 570 Который сегодня мы с вами загоним в лютое бездорожье Я не знаю, стоит ли вам показывать вообще эту машину Наверное вы и так все ее увидели, кстати, посмотрите какие огромные задние колеса Ну и передние тоже Просто огромительно Я знаю, что эта машина не совсем подходит для бездорожья Но тем не менее, по сути это же Крузак 200 То есть все должно быть здесь заточено для того, чтобы она проходила по бездорожью Ох ты, порогом только что цепанул, ребят, порогом цепанул, черт возьми Так, тут с задним бампером немножечко В принципе пока ездит достаточно уверенно Я не думаю, что мы сможем ее где-то засадить Хотя сейчас и стоит вот эта физика от GTA 4 Короче, ну вы смотрели То, что я поставил, какие моды я устанавливал И сейчас машина ездит достаточно реалистично Так, прям по порог я заехал в какое-то болото Но она в принципе едет, даже сильно не буксует Смотрите сами Можно пробираться Единственное, но это вот эти бампера Бампера, обвесы, которые конечно же они Ну они мешают, сами понимаете Преодолевание вот таких вот жестких препятствий Хотя, насколько же люто Лексус смотрится вот в таком пейзаже Так, опа-опа-опа-па Нифига себе, вы видели как вывесилось колесо? Просто жесть Так, сейчас попробуем как-то мы Не знаю, стоит ли прямо так через воду ехать? А почему нет, ребят? Давайте попробуем Может быть он и проедет нормально? Колесо полностью уходит А колеса здесь надо отметить достаточно большие Я думаю, что Как минимум это 21-е какие-нибудь колеса А может быть даже и 22-е Посмотрите просто они, насколько большие Давайте попробуем на них найти их размер Но я что-то думаю, что Ладно, сейчас попробуем найти размер на колесах Чтобы понимать вообще Блин, нифига тут Так Ааа, фак, никакого оружия нет Сейчас возьмем снайперку И попробуем через снайперку определить Какое Какое размер у колес Все-таки Вот это, на мой взгляд, реально интересно Чтобы понимать Так Так, так, так Ищем размеры Ищем Ага Вот, смотрите Р-20 275 на 40 Р-20 Офигеть 275-е катки А сзади, интересно, тоже 275-е Ну ладно, проверять мы это, конечно же, не будем Давайте попробуем проехаться Как видите Даже диагоналочку на нем достаточно сложно поймать Но мы с вами сегодня попробуем это сделать Даже Может быть где-то и вот здесь получится Так Ага Заднее колесо вывесилось у нас, как видите Вот Но переднее мне не удалось вывесить Сейчас попробуем Сейчас попробуем реально еще и переднее По диагоналочке вывесить Смотрим Ну вот бампером, в принципе, он уже цепанул здесь Но будем надеяться, что это мягкий грунт Так Во-во-во-во Была диагоналочка Стой, стой Диагоналочка Была же Так Опять сейчас заднее вывесилось Но переднее снова Так Слушайте Я понимаю, что Во-во-во-во-во Диагоналочка Пацаны Пацаны Диагоналочка Смотрите Ну буквально прям на секунду Мне удалось поймать этот момент Черт Тем не менее Выезжает Реально Хода подвески огромные В принципе Даже вот с такими обвесами Он может нормально ездить по бездорожью Как видите Ничего Ну максимум там какие-то царапины есть А так абсолютно ничего Хотя колесо сейчас практически Ну до тормозного диска, ребят Практически доступится уже до соревнования Ушло в грязь Машина все еще едет И нормально продолжает ехать Понятно, что колеса широченные И все-таки Вот в каких-то вот В таких моментах Когда Нужно заезжать на вертикально Да смотрите Даже не цепляет Офигеть Вот эта тачка Если честно Я ее конечно недооценивал Ее внедорожный потенциал Именно из-за того Что у нее вот эти обвесы Низкие бампера Боковые юбки и так далее Но черт возьми Она реально очень круто идет Не знаю Стоит ли по полю Фигачить на ней Давайте попробуем Чуть быстрее проехаться Но я думаю Что это может Как бы плачевно закончиться Вот в какой-нибудь Такой ситуации Например Так Ох ты Чуть не перевернулось Смотрите Смотрите Реально заднее колесо Висит Так Попробуем Назад О тут порогом Жестко конечно Цепанулся И тут На бампере На заднем слез А вот передний Смотрите Как он интересно Все таки сделан Получается Что сбоку Он кажется Очень низким А спереди Все таки нет Спереди Вот эта штука Она достаточно Высокая Может быть Не так Задрана Как На двухсотке Но тем не менее Блин Ну очень Очень здорово Очень крутая Тачка И надо отметить Что едет Еще прям Вообще потрясающе Тем более Что здесь пневма И по идее Можно подвесочку И приподнять Ну и соответственно На трассе Можно наоборот Ее несколько занизить Блин Давайте еще Попробуем Где-то его На диагоналочку Поймать Вот Ну видимо Все таки Передок Достаточно Тяжелый Поэтому он Стремится Все равно Стремится Упасть Именно вот На эту сторону Где передок Хода подвески Просто потрясают Вот смотрите Так Что-то Подзастрял Немножко А что Передок Не включается А Во Все Понял Надо было Просто подольше Подержать Да Как видели Подзастрял Чуть Но все равно Легко Достаточно Смог сам Выбраться Теперь Попробуем На подъем Как он Вообще Сможет Подняться Здесь По вот Этой Траве Блин Давай 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 Потихонечку Главное Не гнать Чтобы не Раскрошить Этот бампер Потому что Я уверен Что он Стоит Ну наверное Тысяча Под сто Он точно Стоит Кроличек Пробегай Пробегай Малыш Так И теперь У нас Камень Впереди И мы Попробуем Сейчас его Как-то Преодолеть Но скорее Всего На нем Останется Бампер Да Не Не Максим А Вот 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 Что Происходит То есть Когда С камня Съезжаешь Он Как бы Приседает Да Вот Вот Из-за чего Итак Ребят Смотрите Мы С вами Выехали Уже Уже Полностью Выехали И можем Попробовать Я не знаю Что На скалу Еще На нем Заехать Что Ну Здесь Понятно Что Нет смысла Никакого Но Вот Туда Может Чуть Дальше Там Что-то Похожее На Вот В такой Подъем Я думал Что Он Уже Не Заедет А Он Все Еще Ползет Реально Очень Крутой Подъем Ребят Пипец Вот Это Тачан Вот Это Тачан Я Сейчас Покажу Вам Салон Для Тех Кто Ух Ты Это Было Реально Жестко Итак Давайте Посмотрим Салон Так Тут У нас Лексус Написано Люк Приоткрытый Зеркала Ну Такой Средненький Салончик Стрелки Работают Все В принципе Неплохо Так Тут Видно Тормоз Задняя Передача Вперед Все Все Как бы Круто Все Нормально В достаточно Неплохом Качестве Все Выполнено Ну Что Ребят Наверное На этом Мы будем Заканчивать Эту серию Вот Такой Внедорожный Тест Для Лексуса Я провел Надеюсь Вам Всем пока